Зара Туова – профессиональный сыровар с пятилетним опытом. За это время она научилась готовить разнообразные виды сыра и превратила свое хобби в дело всей своей жизни. Решительная и самостоятельная она открыла свой собственный цех в родном Кашхабле, где зарождаются настоящие шедевры вкусного сыра. Вопросов, где открывать, ну да, вообще не было, вариант был один, потому что, во-первых, у нас дом в Ауле, во-вторых, у меня дядя, ну все родственники живут в Ауле, поэтому, ну как бы, у меня дядя делает сыр. Поэтому вопрос не стоял вообще, где делать, поэтому, естественно, я приехала в родные Аудни, и молоко тут легче договориться и найти, как бы всех людей знаешь. Во-первых, с выбором сыропригодного молока было очень много вопросов. Ну, у меня есть свои критерии, свои какие-то категории, поэтому их на месте со своими, там, ну, как бы, знакомыми легче контролировать это все, и, как бы, ну да, я решила, естественно, делать здесь. Главная черта нашей героини – ее страсть к делу. Она настоящий энтузиаст, который вкладывает всю свою душу и энергию в свои изделия. Для нее нет верхней планки в качестве своей продукции. Всегда стремится делать все лучше и лучше. Благодаря своему стремлению к совершенству, Зара прошла множество мастер-классов по изготовлению сыра, оттачивая свое мастерство и приобретая новые знания. Желание готовить сыры пришло, можно сказать, как-то, не то же неожиданно, но как-то вот потихоньку. Скажем так, я очень люблю сыры, еще и люблю вообще все пробовать разные, открывать для себя разные вкусы, разные там рецепты, готовить люблю. Ну и так получилось, что когда хороший сыр стал не то, что не достигаем, но как-то его стало меньше, хорошего сыра стало очень мало. Я брала в одном месте, они делали такой хороший натуральный сыр в Краснодаре. И после очередной поездки, да, я брала сыр, я какой-то не такой думаю, почему нельзя делать постоянно хорошо? Ну то есть, вот бывает же так, начинаю делать, а потом как-то, как-то опять же зашла к ним на страничку, начала читать, и увидела, что вот наши сыровары приехали с обучения, такая реклама идет у них самих. И я думаю, что за обучение, так, перешла туда, в эту школу, и увидела, что есть курс для начинающих. Меня это очень заинтересовало. А ты вообще на профессии кто? Я вообще бухгалтер-экономист. Но всегда меня, ну я работала и бухгалтером, и экономистом, у меня и свое было предприятие, скажем так, но меня всегда привлекало то, что можно делать руками. Ну и как любая женщина, да, дома, когда готовишь это, видишь результат. Ну то есть, это больше, в принципе. В итоге я записалась на обучение, это было однодневное обучение, как раз вот именно этот сыр мы там и учили. Это самый простой сыр считается. Когда я приехала на ВДНХ, ну там эта школа находится, и после этого обучения я поняла, что это все, это хобби на всю жизнь. Я не знаю, мне очень понравилось, мне стало интересно все, можно сказать. И надо сказать, что я вообще люблю учиться, да. Я из школы закончилась, не дали там все. И тут был, как тебе сказать, простор для моего внутреннего перфекциониста, для моего такого жаждущего, любопытного ума. Короче, я поняла, что это тема, которую невозможно до конца выучить. Этих сыров разновидностей очень много, там и технологий разных, и понять еще само молоко, там всю его микробиологию, там все такое. Ну, очень много интересного, которое я вообще даже, ну я вообще знала, что сыр делается из молока, и все. На этом мои познания заканчивались. Хотя у меня бабушка делала дома, ну кто не делал ангельский сыр дома, да, там. То есть, как-то так. Ну, потихоньку мое хобби, я сначала делала для себя, для нашей, ну как, для семьи. У меня тут много родственников, да. Бывало всякое, кто-то и съедали неудачные там эксперименты и удачные. Ну, потихоньку все это вышло за пределы нашей семьи. Ну, и пришел вопрос, стал вопрос вообще, если продолжать, то это надо было как-то автоматизировать, потому что это было очень сложно на кастрюлях. Причем у меня мама, которая постоянно говорила, зачем, зачем ты это выбрала. Ну, это очень тяжело. Ну, тем более, знаю мою дотошность, что я это буду еще там делать не так, как, ну, легких путей не ищем. Ну, как-то желание пересила, здравый смысл, скажем так. И я поняла, что просто надо немножко это все автоматизировать, немножко масштабировать, и тогда становится как бы попроще. Ну, я скажу так, разновидности, которых я... Обучение у меня на одном этом не закончилось, это было первое обучение. У меня очень много грамот, дипломов там, ну, сертификатов о том, что я закончила обучение. Их было и не пять, и не шесть, это, опять же, я же сказала, не получится. Но пока возможности, да, делать все эти сыры у меня нет. Потому что, например, ну, скажу так, моя конечная, скажем, цель, да, это сыры с голубой плесенью. Но, опять же, для них нужны там несколько холодильников, несколько камер развивания, там, ну, своя система. Потому что с моими, с обычными сырами их нельзя, у меня пока один холодильник. Потому что эта плесень, она такая, разрастается, она будет везде. Поэтому мягкие сыры, в данный момент я больше делаю молодые, каждодневные сыры. Потому что по весне была закладка в холодильник, они у меня вызревают от двух и больше месяца, да, там, некоторые сыры. Поэтому сейчас холодильник почти пустой, а вот в сентябре будет опять закладка. Ну, потому что с температурным режимом немножко не совсем получается. Ну, правильно сделать этот сыр и контролировать процесс. И немножко с молоком у нас, сейчас нет молока много свободного, Поэтому каждодневные сыры какие-то, ну, вот, которые по запросу есть, я делаю. А вот на закладку пока не получается. Из мягких сыров я делаю, ну, три-четыре вида. Твердых тоже три вида. Ну, и такое, короб, сливки. Каждодневный продукт тоже. Какие-то сыры, сыры, пользуются больше по вкусу? Особенно пользуются, у нас вообще регион, который привык к свежему молодому сыру. И все больше любят, да, вот сыр, который сегодня сделали, завтра уже, ну, у него такой мягкий, сливочный такой вкус. Я все-таки думаю, что культуру, как сказать, поедания сыра, вот именно интересного, выдержанного, я думаю, понемножку я вношу, конечно, в свое окружение потихоньку там. Я уже многих, так скажем, подсадила на эти сыры. Многие разбираются, многих есть уже какие-то свои предпочтения, что мне это очень нравится. Я постоянно, ну, как, люблю, когда конструктивная критика там, и что-то подправить, что-то сделать, улучшаться и расти вместе со своими дегустаторами и сыроманами. Проблемами реализации своей продукции не сталкивалась, говорит Зара, благодаря чему она решила открыть свою собственную точку продаж. Пользуясь поддержкой государства, она смогла обеспечить первоначальное производство и добиться стабильного роста своего бизнеса. Вложить сюда вкладывается очень много, поэтому поддержка государства для меня на тот момент была очень такой, ну, решающей, ну, такой, поддержкой основательной. Поэтому я купила вот сыроварню сама, ну, вообще приобрела помещение и начала все обустраивать так, как мне надо, чтобы это было уже комфортно, хорошо. С реализацией, ну, как сказать, вначале это было, конечно, забирали у меня дома, либо я как-то отправляла там в одно место, там были как-то предприятия там или где-то, где пучковались мои эти самые любители сыра. В этом году встала необходимость, ввиду того, что я то здесь, то там мне не сложно, у меня и сыр помогает там, развозит. Я открыла небольшую точку в Майкопе, магазинчик такой сыровый, деликатесов. Ну, помимо сырной продукции, я еще делаю вяленую продукцию. Это вяленые томаты, вяленая слива, вяленый перец в этом году. Ну, я, это самый, очень понравился мне такой новый этот самый рецепт. Поэтому, ну, как бы, любители всего домашнего, эко-продукции такой, да, сделанной вот как дома, по всем стандартам рецептов, ну, пожалуйста, в Майкопе уже есть такой магазинчик, территория вкусов, насыпается. Можно приходить. И, вот, самый главный вопрос, чтобы сыр был вкусным и качественным, что не нужно делать? Во-первых, необходимо, 50%, я считаю, это хорошее сыропригодное молоко, то есть сырье, ну, правильные запаски, правильный подбор запасок, знание технологий, обязательно, да, выдержка всех вот этих этапов, режимов, ну, как бы, соблюдение всех этих правил, обязательное правило – это гигиена, чистота, потому что молоко – это продукт такой, он сам по себе, продукт очень сложный, да, и еще к нему тоже подход должен быть, да, ну, и, конечно, частичка души. Вдохновляющая и целеустремленная Зара Туова не ограничивается только производством сыра. Она также занимается вялением помидоров, перцев и сливы, добавляя в свой ассортимент разнообразие источников наслаждения для своих клиентов. А здесь у меня стоят мои такие помощницы, две машинки, это дегидраторы, где я делаю вяленую сливу и вяленый перец. Сейчас, как-то закончилось, закончился процесс, да, поэтому все это будет уготоваться. В баночке будет такой очень, ну, деликатес. Особенно с молодым вот этим сыром бутербродным, да, вот они получаются очень хороший такой дуэт. Героиня нашего сюжета – яркий пример человека, который нашел свое призвание. Ее энергия и преданность своему делу вдохновляют не только ее клиентов, но и всех, кто знаком с ее историей успеха. Сейчас идет нарезка-сгустка, то есть молоко уже готово, тут уже ферменты, все, закваски. Оно становится как такое вот густое, ну, наверное, да, такой консистенции. Потом идет нарезка, его обслуживка, зерна там это, и уже готовое зерно выкладывается в такие формы. Эти формы, ну, сейчас мы делаем сыр именно халуми. Это греческий сыр, снятый для жарки. То есть я его сейчас выложу. Он у меня 2-3 часа будет дренажировать. То есть идет вся жидкость, да, он остынет. Вот во второй комнате у меня там кондиционер, то есть он там постоит, под прессом, все. И потом уже в этой же сыворотке я его буду варить. Вот этот сыр потом нарезается кусочком и варится в сыворотке. После этого каждый пластик, там я нарежу его на пласты, ссорится, кладется мята и заворачивается. Получаются такие конвертики, посредине у них мята. И при жарке тогда вот, ну, и запах впитывается. И вообще такая она становится интересная, ароматная. Можно там с медом. Ну, как к утреннему кофе очень интересно. Его очень полюбили. Вообще в Греции его делают очень соленым. Ну, ввиду того, что там очень жарко, да, и у них нет условий там. Ну, или вообще из-за именно так. Началось, что он делается соленым, чтобы не пропадал. Но я его делаю малосольным. И у нас вообще в России этот рецепт адаптирован к нам. Такой малосольный, приятный, с медом. Он получается, ну, как легкая запуска, наверное, ну, что-то такое. Ну, вот сейчас эта масса, да, мы ее будем сушить, это называется. То есть зерно будет кружиться, кружиться. И такие будут кружочки, закрытые, закрытые кружочки, плотненькие. Та-дам, поймем, что это уже готово, и надо будет выкладывать. То есть у нас минут 20. Вот есть пока. Процесс идет правильно, нормально, потому что вот квадратики наши становятся кругленькими, более гладкими, да, и уже при нажатии, да, еще не распадаются, но уже более, еще минут 10, я так думаю, процесс будет идти. И будем выкладывать зерно. Сейчас мы сливаем лишнюю сыворотку. А вот с этой сывороткой я буду сейчас еще варить рикотту. Это такой нежнейший итальянский творог из сыворотки. Считается диетическим продуктом. У меня мама только его ест. Обычный творог уже не ест. Все, после первого переворота уезжаем в другую температуру, чтобы он не поднялся и аж.